Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы проводим первое в этом году тематическое селекторное совещание. Хочу еще раз поблагодарить всех военнослужащих, как участников специальной военной операции, так и тех, кто в праздничные дни находился на боевом посту. Нес службу в составе дежурных смен и суточных нарядов, выполнял задачи в военных госпиталях, участвовал в восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях. В декабре на расширенном заседании коллегии Министерства обороны мы подвели итоги деятельности вооруженных сил за прошедший год. С учетом опыта специальной военной операции Верховный Главнокомандующий поставил перед нами ряд первоочередных задач. Главная из них – принять исчерпывающие меры для качественного обновления вооруженных сил и повышения их боевых возможностей. Нам нужно постоянно проводить анализ и систематизацию опыта действий наших группировок на Украине и в Сирии. На его основе составлять программы обучения личного состава и планы поставок военной техники. Практика, полученная нашими войсками, должна стать базой для совершенствования боевой учебы. Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целности нашего государства. Также будем повышать боевые возможности воздушно-космических сил и в части работы истребителей и бомбардировщиков в зоне действия современных систем ПВО и в части совершенствования беспилотных летательных аппаратов. В наших ближайших планах расширение арсеналов современных ударных средств. Не менее важная задача в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня. Все, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным. Нам необходимо совершенствовать систему управления и связи. В этих целях будем активно использовать технологии искусственного интеллекта. В ближайшее время предстоит модернизировать работу военных комиссариатов. Нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными региональными властями, а также промышленностью. Обновить систему организации гражданской и территориальной обороны. Также будем улучшать механизмы реагирования на гражданские инициативы, отдельные из которых, безусловно, заслуживают большего внимания. Решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности вооруженных сил, обеспечить сдерживание агрессии против России и наших союзников. Сегодня более детально обсудим планы на 2023 год по ряду основных направлений нашей деятельности. Продолжение следует...